Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас распаковка еще одного заказа по восьмому каталогу Фоберлик. Итак, поехали. Что у нас тут с вами? У нас тут с вами много еды. Много бадов. Бадов именно для похудения. Потому что берем курс на ПП. Поэтому заказала прям вот все, что мне для этого нужно. Вместе с вами распаковываю. О, и вот так вот выглядит заказ. Слушайте, раньше так не делали. Может быть, в службу СДЭК так передают заказы. Но на пункт выдачи точно нет. Так как здесь еда, но вся в отдельных пакетиках. Все очень здорово. Сейчас буду доставать, будем вместе с вами смотреть. В первом пакетике были вот такие продукты. Давайте начнем с каши. Это не чая в кашу мультислагова с яблоком, фундуком. Я ее уже брала. Мне очень, кстати, нравится. Здесь действительно чувствуется яблочко. Она очень приятная. Очень приятная на самом деле. Если первые и вторые блюда вот у меня в семье не зашли, то каши на самом деле хорошие. Артикул 161-113. Если кому интересно состав, девчонки, вот вам всю информацию показываю. Такая вот кашка. Вот как она выглядит. Яблочко здесь действительно есть. Его много. Поэтому в этом плане как бы все отлично, все хорошо. Так, следующий у меня полба со шпинатом и шамбалой. Мои такое не едят, но я ем. Поэтому себе взяла. Три порции. Нет, здесь больше порции. У нас где-то на четверых вполне выходит. То есть настроя. И остается еще 161-06. Кому интересен состав, тоже все показываю поближе. Да, информацию. Она нормальная, она вкусная. Вот к такому блюду мяско добавить, как бы все отлично. Но мои не любят такое. Потому что и многие не любят вторые и первые блюда не чаев. За что? За то, что здесь достаточно много специй. В некоторых блюдах даже перебор. Здесь более-менее все гармонично. Так, и следующий. Гречневый с яблоком и корицей. Вот тоже мне очень нравится. Она тоже достаточно вкусная. Здесь действительно чувствуется корица и яблочко. Она прям вкусная. Вот это, наверное, моя самая любимая. Из каши, не чая. 161-14. Артикул. Информацию тоже вам показываю. Состав и так далее. Так, и следующее, что было в этом пакетике, это батончики. Взяла на перекус, когда захочется сладкого. Это мюсли, банан, амарант. Мне кажется, я так еще не брала. Артикуль с вами ищем. 160-58. И состав, кому интересно, тоже показываю. Можете нажать на паузу, почитать. Здесь 4 штуки. Цена для такого состава вполне адекватная. Вот такие батончики. Они достаточно большие. 110 калорий на каждый. Это, кстати, немало. Но, тем не менее, и немного. Вот так они выглядят, кто не знает. Кто не брал никогда. Будем пробовать. Так, следующий пакетик. В общем, пакетики кофе. Оно еще завернуто даже в пленку. На этот раз взяла утро. Вот захотелось почему-то мне повторить утро. Он самый крепкий, самый терпкий. Здесь у нас 95 грамм. Не совсем он сейчас, конечно, дешевый. Но после кофе Фоберлик мне другой кофе. Совсем не кофе. Артикул 160, 48. Кофе приходит вот так запечатанный. Аромат сразу прям бьет в нос. Он крепкий, терпкий. Он вкусный. Он с добавлением у нас с вами молотого, по-моему, если я не ошибаюсь, день. Вот, рассыпала. Так. Состав. Сейчас посмотрим с вами, девчонки. По-моему, с добавлением молота. То есть, если у вас осадок, не надо из-за этого переживать. Здесь есть кофе молотый. Ах, вкусно, пахнет здорово. Вот какой кофе после Фоберлик не пупкает в магазине, не бодрит. Нет терпкости, вообще не чувствую того эффекта, как от этого этот бодрит на полдня точно. В отдельном пакетике был кетчуп. Кетчуп беру, потому что здесь мало калорий по сравнению с кетчупами из магазина, да, добавлять в какие-то блюда. Он вкусный, он сладкий. Мы его всей семьей обожаем. Он из помидоров черри, без сахара. Все как бы в этом плане супер. 160-50 его артикул. Кому интересен состав, показываю вам его тоже поближе. Очень тяжело почитать, когда бликует, но тем не менее, реально. Вот так. Так, что у нас здесь дальше? Мои любимые батончики. Они не совсем бюджетные, даже по сравнению с вот этими вообще не бюджетные. Протеиновые. Но они нереально вкусные, девчонки. Я их прям обожаю. Артикул у нас с вами. Где артикул батончиков? Артикул пока не вижу. Показываю вам состав. Вот он состав, кому интересно. Так. А вот артикул. 156-46. Это кокос. Других батончиков на нашем складе не было, поэтому взяла 4 вот таких. Тоже на перекус. И 4 вот таких. Они в такой вот упаковочке приходят. Такие я уже брала. Яблоко, груша, Годжи. Они тоже очень вкусные. Артикул набора. По 30 грамм они у нас с вами. Артикул. Артикул. Вкусные батончики. Классные нарекоменуют. Так. Взяла девчонки Wellness фитоконцентрат. Здесь 14 порти. Почему взяла? Потому что состав вот этого концентрата, он тоже способствует похудению. Смотрите. Артикул. 157-15. Состав показываю вам. И если его пить в первой половине дня, он действительно тоже способствует похудению. Я его уже пила, я его уже брала, но не с этой целью мне очень понравился вкус. Он реально вкусный. У нас здесь экстракты. Гуараны. Вот как раз. От него не только бодрость, но и похудение. Если в комплексе. Поэтому рекомендую. Как он выглядит. Сейчас покажу. И он действительно сладенький, такой вкусненький. Здесь зип-замочек есть. Вот так он выглядит. Такой порошочек. Он становится такого персикового цвета. Уже в стаканчике. Будем с вами во влоге разводить. Покажем. Вкусный. Действительно вкусный. И состав тоже потрясающий. Дальше бады. Три вот такие баночки. Это метаап, колорблок и лесс-свит. Что они делают, зачем они нужны? Лесс-свит. Это контроль. Контроль аппетита, да? У нас с вами состав. Кому интересно. Состав очень хороший, здоровский. Я пила их все в свое время, кроме колорблок, по-моему. И когда во второй половине пьешь лесс-свит, действительно, как-то на ужин хочется кушать меньше. Поэтому убедилась в его работе и взяла еще раз 157-76 артикул. Как они выглядят? Все запечатано. Вот такие вот беленькие. Поэтому в эффективности этого бада я уверена, поэтому и взяла. А метаап – это ускорение. Ускорение метаболизма. По-моему, я тоже его брала, но уже не помню. Было это давно. Состав. Состав тоже классный. Артикул 157-74. Тоже запечатанный. И здесь уже вот такого цвета вот таблеточки. Каждый пьет их как-то по-разному. Некоторые даже придумывают какие-то курсы по похудению, поэтапно на этих бадах. Кто-то пьет их сразу все вместе. Кто-то курсами сначала очищение рекомендует, потом так далее. Кто-то даже на этом деньги зарабатывает, такие курсы, да, как бы устраивая. Я буду пить все вместе. Я пила так и в прошлый раз, когда худела. И в этот раз тоже буду пить все вместе, когда мне надо. Кому интересно, буду во влогах потом рассказывать. Значит, ColorBlock. Это блокатор калорий. У нас с вами вообще классная штука. Состав. Состав интересный тоже. Смотрите. Вот так он выглядит. И вот так выглядят таблеточки. То есть его уже буду пить в самый такой вредный, скажем так, прием пищи. Хотя сейчас стараюсь их таких избегать. У нас здесь с вами по три порции в день. Но, скорее всего, по три. Чего-то я не вижу нигде рекомендации к употреблению. Надо будет на сайте посмотреть. Потому что пищевую ценность пишут на три порции. Значит, и три порции в день нужно принимать. Посмотрю на сайте. Потому что вот этот бат я еще не брала. Так, поехали дальше. Дальше тоже по распродажам по срокам угодности взяла восстанавливающий крем комфорт для чувствительной кожи. Гипоаллергенный уход. Эта серия вообще великолепная. Я года два с половиной назад ее интенсивно использовала. Мне очень нравится. Так же, как крем капилляропротектор из этой серии. Она подходит тем, у кого близко сосуды на лице расположены. И видны. То есть тонкая кожа, сосуды близко к ней расположены и так далее. Очень хорошо увлажняет, выравнивает. Он убирает вот эти все излишние покраснения. Крем великолепный. Я его взяла за 40 рублей по срокам годности. А так, я даже по полной стоимости, у кого есть вот такие проблемы, прям рекомендую. Покажу вам, если интересный состав. Так, и где у нас с вами артикул? 1,6,6,5. Крем действительно, девчонка, крутой. И я знаю, что многие его оценили. У меня на постоянной основе. Раньше на работе девчонки брали. У кого действительно есть вот проблемы с сосудистой сеточкой на лице, у кого какие-то покраснения, такие бывают различные теологии, да. Он классный. Поэтому с удовольствием буду и пользоваться. Такой он достаточно плотный. Но при распределении практически тает на кожу. Хорошо впитывается, очень хорошо увлажняет. Для сухой кожи, для нормальной кожи подойдет. И комбик кожи он тоже не утяжеляет. Жирности никакой нет. У этой серии вообще дужка у кремов великолепная, у кремов. Так что присмотритесь, девчонки. Так, дальше. Тоже по вашим рекомендациям, понятая, взяла блеск Аква де Портофин. Девчонки очень хвалили. Из этой серии, из Жордин серии блески, что они прям волосы к ним не липнут, что они прям потрясающие, классные. Думаю, я мимо них прошла. Ну, потому что я блески в принципе не люблю. А сейчас вот захотелось. 465-44 взяла такой голубенький, который какой-то там нежно-розовый называется, что-то такое. Мне очень захотелось попробовать, потому что прям все хвалили, хвалили. Красивый, ничего не скажешь. Открываем. А он даже не открывается. Кисточка будет сразу окрашиваться, как я поняла, потому что он у нас с вами подстраивается под цвет кожи и выдает тот цвет пигмент губ, который у вас есть. Вот он уже розовеет. Он уже розовеет, приобретает легкий розовый оттенок на коже, да? Кисточка пока не окрасилась. Потом во влоге вам на губах покажу. Нет, но он липкий, конечно, будут липнуть волосы, не будут, посмотрю. Хорошо, что он без каких-либо частичек. Хотя в тюбике у нас частички есть, а на коже они незаметны. Как ни странно, слушайте, прям интересно. Насыщенный оттенок становится еще более насыщенный. Если вот так чуть-чуть нанести даже, то розовеет даже на коже руки, да? Будем пробовать. Интересный продукт. Мне кажется, мне Ксюша понравится. Девчонки писали, у них дети тоже сразу отбирали. Так, и последнее, что осталось, это вот такой интересный чай. Я его никогда не брала. Ни разу с момента, как он появился, мне захотелось попробовать. Я не очень люблю чай, но мне захотелось попробовать. У меня муж пьет черный чай. Артикул 160-67. Это у нас с вами чай черный в цитрусе со вкусом банана. Давайте скорее смотреть. Коробочка такая на подарок прям классная, да? У нас здесь с вами нужно надрезать, чтобы открыть презентабельно. Слушайте, презентабельно. Так. Ох, какая красота. Вот эта штука вылывается почему-то сразу. Смотрите. Смотрите, как интересно. Да? Как здорово. В пакетике. Из пакетика ничем не пахнет. Вскрываем пакетик. Тяжело вскрыть. Ох, как тяжело вскрыть. Апельсинчик засох и прям не вскрывается. Сразу чай на руки посыпался. Смотрите, как интересно. Это что? Это крышечка. Крышечка. Он прямо рассыпается. Такой сыпучий. Понюхаем. Слушайте, пахнет интересно и довольно так терпко. Не скажу, что пахнет апельсином, пахнет черным чаем, но сама задумка вообще, сама задумка просто великолепная. Вот так нарисовано. То есть в апельсинчик заложили, наверное, предварительно высушив. В заварочный чайник насыпьте 1-2 чайные ложечки чая для получения насыщенного вкуса, аромата и терпкости. Обязательно добавьте немного цедры лимона. То есть как ее добавить? Отломить прям вот эту штучку, да? Прикольно. Слушайте, прикольно. Кто пил так и чай, расскажите, поделитесь впечатлениями. Вообще задумка очень интересная. На этом все, мои хорошие. Вот такой заказ у меня был на этот раз. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Фаберлик до сих пор новичкам дарит 500 рублей. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всех любят, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok